ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, я вас слушаю. Привет. Майя, это я. Мия, как дела? Ты давно мне не звонила. Извини, совсем не было времени. Ты там как? Ну, мне скучно это всё из-за тебя. Да шучу. Всё отлично, наконец привыкла жить одна. Очень рада это слышать. Честно говоря, я позвонил, чтобы попросить тебя кое о чем. Аж догадывалось. Ты хочешь мне передать на время улику? В точку. А как предстоящего суда царит нездоровая атмосфера? Пусть лучше улика побудет некоторое время у тебя. Так будет безопасней. И что же ты на этот раз мне передашь? Это... часы. Часы? Да, на стене они выглядят как скульптура-мыслитель. А ещё они умеют озвучивать время. Думаю, они тебе понравятся. Ты же всегда любила игрушки. Ха-ха. Ну, сестрён, я уже не ребёнок. Да, да, шучу. Ах, да, забыла тебе сказать. Часы больше не говорят. А, они не работают? То есть жаль. Мне пришлось вынуть часовый механизм, извини. Вместо него я положил некоторые документы. Документы? Так это они улика? Ну, есть вероятность того, что они окажутся уликой. Давай ты сегодня заедешь ко мне в бюро и, скажем, в 9 часов вечера и заберёшь их. Раньше я не смогу, так как я буду на судебных слушаниях. Хорошо, но тогда я с тебя ужин, что ли, вкусно? Например, мясо-рамен? Не могу жить без лапши. Ладно, ладно, пойдём в наше любимое заведение. Замечательно, договорились. Ладно, Мия, до скорого. Ага, буду тебя ждать, Мия. Целую. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова Промиксы. Мы продолжаем проходить трилогию Ace Attorney. И у нас сегодня новое дело. Разговор, кстати, записан. 5 сентября 20.57. Беру Ассату и Ко. Мисс Ассата, я пришёл забрать документы. Извините, но у меня их нет. Мисс Ассата, вы не умеете врать. Я же вижу, вот они. Я их проглотил сам... Их проглотил сам мыслитель. Откуда вы об этом знаете? Хо-хо. Разве не хёрно в мой бэкграунд? Сбор информации – мой бизнес. Почему я не пристраховалась? Хо-хо-хо. Милочка, очень-очень сожалею, но я вынужден забрать кое-что ещё. Вашу жизнь. Прощайте, госпожа Ассата. Блин, серьёзно? Так быстро. Года Яма. 5 сентября, 21.08. Беру Ассату и Ко. Ой, похоже, я опоздал. Стан, но, видимо, шеф ушла без меня. К ней должна была приехать сестра. Мы планировали поужинать вместе? Что это за запах? Король? Мия! Её кабинет! Так я... Нет, подожди. Подожди, а это её кабинет? Запах крови. Чувствую не к добру это. Надо проверить, что случилось с Мией. А в смысле с шефом? Так а что я сделаю-то? Подожди. Подожди. Так иди, лоу. Вон, дверь же открытая. Или чё? Блин. Я не вижу ничего. Сорян. А, кабинет. Может зайти тогда в кабинет? Блин. Этот запах. Кровь. Сестрён. Я тут не один. Шеф! 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 Ты кто? Я всё перёсав. Странная девчонка упала в обморок shek И перенёс свою на диван. После чего она вернулся к Мии, лежавшей неподвижного окна. Тело её ещё было тёплым. Я это понял, когда прикоснулся к её плечу. Вдруг тело начало быстро остывать, и она стала холодной. Шеф! На нём видна застывшая кровь Кто бы мог подумать, что эта стойка снова станет орудием убийства Полусупом битым стеклом Судя по всему, это осколки стеклянного торшера Напротив бюро расположено огромное здание Бизнес-фаталь Фукусима Ну всё вроде, а нет Шеф Больно на меня смотреть, но вдруг я что-нибудь обнаружил И ударили по голове тупым предметом Похоже, что смерть наступила мгновенно Серьёзно? Лежащая рядом с ней статуэтка, скорее всего, и была орудием убийства Мы слетит переобщем к материалам дела Рядом с её телом валяется разбитое стекло Видимо, это осколки стеклянного торшера, лежащего в дальнем углу комнаты Битое стекло приобщено к материалам дела Больше мне здесь нечего... Нет ничего подозревать... А? Клочок бумаги? Видимо, он выпал из рук Мии Что же в нём? Майя В углочке бумаги кровью сделана надпись Майя? Это Мия написал? О, этот листок товарный чеком, датирован вчерашним числом Ладно, пора заканчивать с обыском Надо вызвать полицию И выяснить, что тут делала эта девчонка Да, вроде... Нет Кресло Мии Простое, оно практичное и вполне удобное Всё, вроде Что значит сдвинуть? Нееееее Бухгалтерская книга бюро Асата Ико Она заполнена сверхаккуратным почерком шефа Хоть бюро и небольшое, но оно приносит приличный доход Точно, надо вызвать полицию Странно, на трубке отсосуют некоторые винтики В ощущение, что её кто-то разбирал Полиция? Приезжайте срочно! Что это было? За окно раздался крик Она смотрит прямо на меня А в руке она держит телефон Да, потрясно К большому удивлению, шеф была с техникой на вы Компьютер она использовала лишь для электронной почты Он был куплен ей за бесценок на какой-то распродаже был техники Здесь находятся все важные документы Тут она хранит материалы дела и недавнее судебное постановление Лучше им не пользоваться Блин, ну получается всё Надо уходить Девчонка, куда она делась? Я оставил её на диване, я уже Лена сбежала нельзя же так пугать не но ты кто не бойся здесь работаю моя моя саду моя осаду мая уходит меня написала имеет и девчонки может стоит показать и чек никогда не подала что-то от этой улики будет ток не зал сюда давай покажем и смертью меня написала вот это на обратной стороне чека это же мое имя почему почему она написала мое имя пожалуйста не волнуйся жалко ты волнуйся а сейчас я сестра написал мое имя полиция типа звука не уже здесь блин откуда она должна была знать мы хотим понять что это ее сестра да хотя она и сказала осаду ну типа мы-то с вами знаем я имею ввиду вот эти вот челики в трех стенах которые внутри игры то есть главный персонаж не знает что она сестра еще не знал полиция всем стараться на своих местах здрасте я инспектор хироси и танока и танока она позвонила женщина и здание напротив сказал что-то произошло убийство это я наверное видел когда тогда в окне значит так чтобы мне ничего чтобы мне не шагу отсюда ясно лично это еще не хотела моя дженни она вы никогда ничего себе пардон ой это слово о чем-нибудь говорит это мы имя чего подержался стала записка кровью умирая на последних сил написала имя убийцы убийцы но я не преступление раскрыто барышня пройдем со мной участвовать что маша сестру мимо тут же арестовали а меня задержали для допроса и выпустили лишь под утро у меня слепались глаза но я не мог заснуть я просто сидел и ждал когда следственный изолятор откроется для посещений я хотел как можно скорее поговорить с мая да блин как-то он не особо горюет я бы сказал по поводу смерти подруги своей и шефа следственный изолятор наш несчастную мая здесь содержит наравне с преступниками это вы господин адвокат доброе утро доброе утро не такой уставший вид вы будете моим адвокатом да вот об этом я и хотел поговорить с тобой аж первое подлинное настроение да конечно и вешай нос правда что-то не то сказал стало еще мрачнее что-то не так ты думаешь я не справлюсь да никто не справится кто мне вообще поверят даже вы когда вы нашли меня в кабинете у вас такой взгляд пытая то я убийца неужели у меня был такой взгляд не нет я никогда так не все в порядке я понимаю я а вас наслышана и что же ты обо мне слышала этот на днях разговаривала с сестрой по телефону сегодня мой ученик впервые защищал клиента на суде да неужели и как все прошло это надо было видеть если честно я все время была в напряжении давно уж такого не случалось он как следует опрати соволосился да он очень талантливый он способен слилась в страх сердца врагов ну или как там говорят правда чего ему не хватает так это опыта ого весело тебе там было но если что случится я знаю кому обращаться как тебе сказать мая на твоем месте я бы не спешила вот через три года будет самый раз впрочем если тебе нужен обвинительный приговор тогда милости просим вот так она и сказала извините я не хотел вас обидеть да нет все в порядке это вообще-то правда но я все равно не могу сидеть сложа руки когда я думал бить семьи я понимаю охранник следит за комната посещения даже не пошелохнулся что-то скажешь профессионал обидеться снимают ничего интересного я давно хотел тебя спросить да что это за наряд такой а этот все неофиты носят такую одежду можно сказать это форма неофиты это же вроде что-то религиозное да собственно чем тут занимаешься а в целом ничем особенным я спиритический медиум начинающий спиритический медиум горишь ничем особенным выходит неофит в смысле начинающий медиум верно рот асата особенно ее женская половина всегда контактировала с миром духов минутку ты сказала рот асата получается мне этим тоже занималась конечно а она вдруг решила заняться своей карьерой поэтому она покинула нашу горную деревню у меня были непредзойденные способности а я даже и не знал хм стой что выходит ты самый что ни на есть настоящий медиум да начинающий медиум освежись с духом мии можешь спросим у нее кто ее убил э извините я начинающий медиум я все еще учусь я пока не достигла такого мастерства а мне казалось что это проще простого блин ты чего караешь что ли зачем ты это спросил можешь рассказать что случилось в день убийства да значит утром мне позвонила сестра хотела передать мне некоторую релику необходимую для предстоящего суда улику да честные формы мыслителя их смыстрил это каким же образом они могли быть уликой в том деле хм да она что-то говорила об этом вспомнила хотите услышать как она это сказала услышать да наш разговор был записан на мобильный телефон ты его записала ага я забыла как отключается эта функция давай значит ты записывала свой разговор с сестрой на мобильный телефон тогда давай его послушаем хорошо ой я забыла его конфисковал тот инспектор извините а ну ладно конечно надо попросить его отдать его телефон когда мы встретимся я напишу вам записку чтобы вы не забыли хорошо да спасибо эм что такое я тут хотелось кое о чем попросить это адрес 1 известного адвоката мне его когда-то дала сестра Она сказала, что если я вдруг окажусь в беде, мне следует обращаться к нему. Как видите, я попала в беду. Не могли бы вы попросить его представлять меня на суде? Хм. Когда она это сказала? Конечно, возьму. Конечно, я не против. Я его попрошу. Спасибо вам большое. Мне больше не к кому обратиться. А как же твои родители? Хм. Я... Понятно. Не успокойся, я тебе помогу. Спасибо! Суд начнется завтра в 10 часов утра. Чего? Завтра? Да, завтра. Вдруг он откажется? Мне сказали, что если я его не найду, мне назначат государственного адвоката. И когда истекает срок, мне дали время до 16 часов этого дня. Нет, зашибись! Надо потратить. Хорошо, я скоро вернусь. Можно что сказать, что случилось с днем убийства? Извини, я понимаю, что тебе это неприятно, но... Да нет, ничего. Последние несколько часов я только об этом и говорю. Значит, утро мне позвонила сестра, она хотела передать мне некоторую лику, необходимую для предстоящего суда. Часы в форме мыслителя. Я их сделал это. Мыслитель теперь прямо с сиреней убийцы, ему будет о чем поразмыслить. Да. А сколько ты пришла в бюро? Около 9 часов. Свет уже не горел, и там стоял запах крови. Затем я обнаружила сестру. Понятно. Спасибо. Помнишь, этот человек? Тот, на котором написано мое имя? Не знаешь, почему она... Совершенно не знаю. Эм... Вы мне верите? Конечно, верю. Я тебе верю. Почему? Вы тоже, наверное, считаете, что это сделала я? Нет, я так не считаю. Потому что я видел. Убийцу, это был мужик. Просто предчувствую. А инспектор думает иначе. Я хотел тебя расспросить об орудии убийства. Бедная Мия. Лучше об этом ее пока не расспрашивать. Ну ладно. Я тогда уйду. Юрбуро Мамоно. Бюро Асата и Кону. Там уже, наверное, все мы рассмотрели. Эх, погнали. Выполним ее просьбу. Что я сентябряю? Юридическое бюро Мамоно. Секретарь сказала, что Мамоно сейчас отсутствует. Увы, она не сообщила, когда он вернется. Видать, известным адвокатам тяжело поспевать за всем. Руководить таким бюро и подавно. Ладно, зайду позже. Столик для клиентов. А если это сам Мамоно и убил ее? Конкурент, типа, все дела. Успешное дело. На нем лежит черная простега. Зажигалка, судя по всему, сделана из чистого золота. Даже мне очевидно, что ее обладатели куры денег не клюют. Как говорят американцы. Кто не курит деньги, тот их клюет. Ладно. Рогущий цветок в горшке. Я не знаю, что это за вид, но с видом он кажется дорогим. Стол из красного дерева. Его так тщательно отполировали, что аж превратился в золото. Книжный шкаф из красного дерева забит дорогими книгами. Забавно, но, похоже, к ним ни разу не прикасались. Понятно. Диана Джонс. Эта картина не дает мне покоя с тех пор, как я сюда зашел. Судя по всему, она очень дорогая. Ну, короче, понятно. Он богач. Классно. Тогда пойду. Бирож от Тайку. Бирож кишит полицейскими, и все они старательно ищут улики. Эй! Вот ты! Да! Это место преступления! Пара! Сюда нельзя! Эм, слушай, мы не видим раньше нигде не встречались. Стой! Ты же вроде Яхари, да? Нет, я Дьюити Хоросё. Как с чем можно спутать меня с это? Ты и голос у меня другой. Эм, похоже, я обознался, господин Хоросё. Извиняйте. Эм, Яхари оказался убийцей. Надеюсь, вы не убийцы, да? Что-то его оправдали. Эм, конечно. А вы, значит, эм... Инспектор Итаноко. Итаноко, да? Верно, он самый. Только давай обойдемся без панибратства, паря. Для тебя, эм, спектр Итаноко. Короче, ты понял, как ко мне надо обращаться? Только не вздумай звать меня Хироси. Эй, Хироси, дуй сюда. Да, шеф, уже бегу. Я так понимаю, ты ее адвокат, в общем. Если ты тут по делу, то поторопись. Пронесло. Он принял меня за адвоката. Название, я вечно не могу. Я ее заполню. Эдекарди Лайн Стрикта, паря. Что это было? Закат какого-то старого фильма. Вроде бы это был первый фильм, на котором я расплакалась. Надо будет как-нибудь его глянуть. Ой, небо голубое. Мы не ставим ироники разбоя. Напротив находится тот самый отель. Здесь просто неприличное количество книпо-юриспруденций. Эй, с меня наверняка все это прошло. Блин, я надеюсь, Мия-то жива каким-нибудь образом. Ну, типа, как-то быстро все. Стол Мии. На нем всегда царит идеальный порядок. Единственное, чего тут не хватает, самой Мии. Да. Ну, тут ничего такого интересного. Скажите, а вскрытие госпожи Асата уже проводилось? А, тебе нужны результаты? Паря, ну чего ты смотришь на меня такими глазами? Ну да, она же была твоей начальницей. Так и быть. Можешь взглянуть на него одним глазком. Но только одним. Блин, ее вскрыли. Все, это уже. И смерть была мгновенной. Тупо в 21. Лель. Ну ладно. Протокол вскрытия приобщен к материалам дела. Майя? По поводу Майя. Ага, жду-не-да, ждусь сюда. Извиняй, паря, но это дело ты не выиграешь. С чего вы решили? Сторону обвинения в этом деле будет представлять сам прокурор Катонара. Катонара. Фамилия тебя до многому должна говорить. Ты же адвокат, как-никак. Катонара. Прокурор Катонара. Ты не ослышался, паря, самурайзи Катонара. Так выходит, ты тоже с ним знаком? Конечно нет. Первый раз о нем слышу. Ничего себе! Какой же ты после этого адвокат? Катонара стал прокурором, когда ему было всего 20 лет. Четыре года тому назад. Все считают его гением. Удивительно, что ты от нем ничего не слыхал. Конечно же слыхал, я просто притворялся. Он кладнокровный бездушный робот, который пойдет на все ради обвинительного приговора. Ходят слухи, что он фабрикует улики и вступает в горы с свидетелями. Но одно у меня точно не сомнение. Катонара всем сердцем ненавидит преступность. Никогда бы не подумал, что я встречусь с ним так скоро. Я тебя понял, ладно. Я... Спрошу. Я рядом с потерпевшей лежал ключок бумаги, да? Угу. Она была написана имя убийца. Поверен, что его написал сам Ами. Ну, по такой надписи сложно определить, ее ли это, почечка или нет. Выходит, такий факт, что это Амия написала имя Майя. Но тем более, что смерть была мгновенной. Скорее всего, убийца не написала ее. Но зачем? Ну, что-нибудь известно об этом. А статуэтки? Это орудие убийства. Он даже не знает, что это часы, а не статуэтка. Их прямо начинаю медленно ненавидеть. Естественно, они не знают. А если при цеплении было найдено битое стекло, да? Чего? А, это. Судя по всему, рядом с потерпевшей разбился стеклянный торшер, и это его и осколки. Вы, честно, не знаете, где находится телефон Майя? Этот, что ли? Он у меня. Вы бы не могли его вернуть? Да какой вопрос? Хотя погоди, паря! Опять твои выходки штучки! Он меня раскусил. Да, я честно буду отвечать. Если я назову его настоящим, причем он не точно его не отдаст. Проблемы? А нет, просто, знаете, инспектор. Не, ничего не знаю, паря. В телефоне хранятся номера. Например, там записан номер ее парня. Мобильный телефон словно шкатулка, которая хранит самые большие секреты девушки. Что? Ты пытаешься поставить в нее неловкое положение? Извини, паря, я уже проверил все по телефону номера. Ну и ну, вы прям настоящий следователь. Да! Короче, можете его забирать. Там вообще-то не было никаких подозрительных звонков. Похоже, он не нашел запись разговора. Мобильный телефон Майя получен от инспектора Итаноку. Запись можно прослушать в материалах дела. Так, вроде все у него выпросил. Паря, ну ты закончил уже? Да, спасибо, я уж пойду. О, подожди, я забыл тебе кое-что сказать. Я надеюсь, ты не собираешься общаться со свидетелем? Короче, не советую тебе это делать. Вы адвокаты любите, да и не следите, так что давай без этих ваших штучек, паря. Да надо было, вообще-то. Что он напомнил? Я ничего забыл, да я тоже. Свидетель? Да, она самая, госпожа мини-Макуси. Зиняя, но я не могу ей ничего рассказать. Ты только что выболтала ее, Макусик, говоришь. Так вы ее уже отправили домой, да? Ага, опять-таки, доказки, штучки, дрючки. Я нельзя покидать свой номер до начала суда. Спасибо. Какое-то, но все еще в отеле напротив. Да, в следующий раз я дважды подумаю, прежде чем попытаться что-то выведать из свидетеля. Вот паря, схватываешь на лето. Пора вериться к этой госпожи Макуси. Пойду. Так, юрбюро, может, у него все еще нет. Отель Фокусима, номер 303. Эй, прифси пафик. А, э, здрасте. Ня. Хорошо, ну неси тульсы, расплавь к вечеру. Адакат, да. Ня, ня, рассказал инспектор. Он не такой говорит ни слова, но и адаката хорошо паря. Надо не забыть благодарить инспектора за вставленные палки в колеса. Вау, почти так как в кино. Это так круто, круто, круто. А я прям не могу. Мне надо привести себя в порядок. Сидеть я всегда должен быть клонорным, кафайным. Ай, я не завидую этому адвокату, которому придется допрашивать ее на суде. Из ящика тащит отвертка. Интересно, что внутри надо будет тут заглянуть. Эй, эй. Ты че делаешь, обрал руки? Ах, ты не котник. Нельзя шастать по чужим комнатам. Ты мне хочешь не обижать, правда? Обижать? Да я ее чуть в клочья не порвала от злости. Что ж там такого в этом гомоде? Я смотрю. Мм, интересно, что там внутри. Хе-хе-хе. Потом я загляну туда. Да блин! На столе находятся бутылки и два бокала. Возможно, что в номере живет не одна. Из окна льются последние летние лучи солнца. Как и ожидалось, напротив находится здание, в котором запугается бюро Асатайко. Отсюда хорошо видна середина кабинета. Хотя, как мне кажется, отсюда было бы сложно разглядеть лицо убийцы. Кровать. Типичный новый отдел, ничего интересного. Картина. Изображен натюрморду. Может, все же натюрморт? Наверное. Короче, на стене висит картина, я тебя понял. А, цветы-то искусственные. Впрочем, кто бы сомневался. Мои ботанические познания ограничены родственными подсолнухами. Лучше искусственные, наверное, чем... Уже... Увидающие, живые. Что вы вообще видели? Может, вы мне что-нибудь все-таки расскажете? Мне надо знать, что вы видели в момент убийства. Вау! В момент убийства! Ну, говорите прямо, как Азаката в кино. Обожаю мужчин с большим словарным запасом. Лучше не давать ей поводу. Вы помните тот случай, который произошел вчера? Тот ужасный случай. Что вы тогда видели? Может, вы о нем расскажете? Позязя. Ща подумаю! Ну? Ага! Размечтался! Если вы так хотите это знать, приходите завтра в суд. Эм, могли бы вы... Вы вообще кто? Вау! Господин Оркат, это вы типа так со мной флиртуете? Нет! Это Субука... Суб... Бочий вопрос, в общем! Хе-хе-хе! Вы такой лапули, когда краснеете. Честно, слово я так еще никогда не краснел. Эм, не могли бы вы сказать, зачем вы занимаетесь? Ну... Нет! Я думаю, я сейчас прям все выложила, да? Номер. Вижу у вас на столе два бокала, вы живете в номер не одна. Вау! Вы используете свой индуктивный метод. Прям как тот известный детектив из телевизора. Эм, не-не, я просто адвокат. Великий детектив, дефектив. Почему вам не собирать велики в мусорном ведре, а? Меня не любят шумных адвокатиков. Блин, так сложно читать. Хе-хе! Да, я тебе покажу кое-чего. Что еще делаю в это время? Ну, сидите, слышите, я под присягой. Понимаете? Как я могу вам что-то сообщить, находить в своей уме? Я свидетель, но я прям как в кино. Блин, ну проверю лики, я не знаю. Они же в статуэтке. Ты же узнал из разговора, что там какие-то документы должны быть. Я ее никак не отвлечь там. Привет! Ну, у вас получилось? Встретились с тем адвокатом. Из-за нее еще нет. Понятно. Надо постараться отыскать этого известного адвоката. Ктой семье? Скажи о своей семье. Мы жили вдвоем с сестрой, и отец умер, когда я была очень маленькой. Где моя мать, я не знаю. Не знаешь? Выходит, она все еще может быть жива. По протяжении многих поколений женщины нашего рода рождались медиуми. Говорят, что это способность заложена в наших генах. 15 лет назад наш род оказался в центре одного скандала. Один человек, он сломал нашей матери жизнь. Сломал? После случившегося она исчезла. Спустя несколько лет сестра решила стать адвокатом, и она покинула нашу горную деревню. Значит, ты живешь одна? Да, я уже привыкла к этому. Кроме того, я должна была стать самостоятельной, иначе я бы потеряла свои способности. Сочувствую ей жить в одиночку на какой-то горе. Сломана жизнь. А кем был тот человек, который сломал жизнь твоей матери? 15 лет назад произошло странное убийство. Она была резонансным. Все только его и обсуждали. Полиция уже не оставала зацепок, поэтому они решились на необычный шаг. Подожди, они привели к расследованию медиума, да? Полиция попросила мою маму просто попытаться с ней контакт с жертвой. Ничего себе, и что было дальше? Дело было раскрыто. И так считали. Считали? Человек, которого полиция поймала, благодаря моей маме оказался невиновным. Полиция, естественно, скрывала свое сотрудничество с медиумом, но некий человек узнал об этом и рассказал все журналистам. На всех газетах он назвал мою мать Тосвирийской. Эту историю обсуждали во все СМИ. Она, моя мать, была опозорена на всю страну. Понятно. Гадаяма. Прости, что? Этого человека звали Гадаяма. Так мне сказала сестра. Так это он убил ее? Гадаяма. Офигенно. Подожди, журналисты или обвиненного невинного человека звали Агадаяма? Ладно, неважно сейчас. Вернуть телефон, да? Или... Нет, ей нельзя. Можно я послушаю голос сестры? У нас напряжение ослушалось каждое слово. Вскоре по ее щекам потекли ручейки слез. Спасибо. Блин, ладно, я пойду. Тяжело. Больше, я так понимаю, не о чем с ним болтать. Показывать еще раз ее и орудие убийства, я думаю, ничего не... Да. Пойду. Похоже, господин Мама у нас все еще не вернулся. Так и быть, подожду его здесь. Это не кашель, это какое-то извержение Везувия. Так это вы и получается из Кадобиган, да? Эм, да, я Везувий, да это скорее целый Эверест. Это значок наласкания вашего пиджака, так это тоже получается адвокат? Да, да. И что вас интересует? В последнее время у меня мало работы, пожалуйста, садитесь. Мало работы? Тогда почему тебя никто не может найти? Что-то не так? Вы же хотели встретиться с великим и ужасным Такакай Маноно? Да? Сынок, он перед тобой! Чего ты хочешь? Давай смелее. Эм, я тут по вопросу Май... Майасата. Ах да! Майасата! Продолжай. Эм, как-то странно на неё прореагировал. Эта самая снока, мы че у меня взял не в проворот. Я не могу вот так вот за день до суда брать клиента. Нет, это исключено! Что? Подождите минутку, а откуда вы знаете, что суд состоится завтра? И вы сказали недавно, что у вас в работе не особо. Эээ... Эээ... Короче. Я никак не смогу представлять её интересы. Извини, вопрос закрыт. Что происходит? Она отказалась и при этом, что я её ещё ни о чём не спросил. Что я скажу Майе? Я заживу так сразу отказывать. Объясните, почему вы не хотите помочь Майе. Эээ... Я знаю. Однако... Извини, но я вынужден отказать. Извини. До свидания. Сволочь. Шо, у меня нет времени спорить с вами. Пойду в другое бюро. Не думаю. А? Вы что-то сказали? Я говорю, я так не думаю. То есть... Я очень-очень сожалею, но боюсь, ни один уважающий себя адвокат не возьмётся за это конкретное дело. Очень сожалею, сынок. Почему? Я... Не могу тебе сказать. Прошу прощения. Не мог бы ты уйти прямо сейчас? Мне больше нечего обсуждать с тобой. Я вообще ничего не пойму. Картина должна быть дорогой. Вот эта картина. Ааа, она приколывает себе внимание, правда? А я гордость, прочитывая, да? Ну? Да? Какое небо! Какое море! Какая шляпа! Она стоит не меньше трёх миллионов. Я даже не думаю с ней расставаться. Я её не продам! Даже тебе! Но мне она и даром не нужна. Она не продаётся! Я её не покупаю. Я её не покупаю. Да что ж такое? Откуда вы знаете Мия Асата? Она работала здесь. Давным-давно. Я номинальная ученица, скажу тебе. Выучила мою методику в Новине Ока. Это прекрасный день. Она у неё уже ушла. У неё была цель. Цель? Это было видно по её глазам. Она с таким усердием добивалась её. Её карьера резко пошла в гору. Ладно, хватит. Ты иди курить там свои сигары и всё остальное. Мне что-то не особо. Что ты делал в это время? Понятно. Я ничего нового не вижу, кстати. Так что ладно. Я ухожу. Пойду огорчать Маю. Может она вырастет и заменит Мию. Привет. О! Мы наконец-то вернулись. Мы нашли одного адвоката. Ну, эм... Что ответить? Ну, видишь ли... Надо ответить честно. Я... Думаю тебе не стоит связываться с этим типом. Он какой-то нездоровый. Такой тощий его прямо ветром сдувает. Ясно. Эх... Что случилось? Неужели он оказался помогать? Да. Понятно. Выходит, меня бросили. Что ж, мне уже вот-вот назначат государственного адвоката. Это... Уже 16. Время вышло. Что мне делать? Бросите ее пойти домой? Да я ее адвокатом стану. Окей. Я решил. Я буду защищать тебя. Хочешь ты этого или нет? Ну, а почему? Ну... Я не могу бросить тебя. Ужасная ситуация, когда тебя никто не мог бы поддержать. Я это знаю не понаслышке. Но это было давно. Почему я стал адвокатом? Потому что... Кто-то должен помогать людям, у которых нет никакой поддержки. Майя, я тебя не брошу. Можешь на меня положиться? Это так благородно! Ладно, будем тебя вытаскивать отсюда. Да! Спасибо! Наконец-то она улыбнулась. Теперь она совершенно другой человек. Последний вопрос. Невиновна? Да! Я вам верю. И вы мне тоже доверяете. Хорошо? Хорошо. Так что дальше? У меня кое-что беспокоит. Что было внутри у комода у той стороны девицы? Как только я прошу. Но пытался заглянуть туда и ее словно подменили. Там явно лежит что-то важное. Блин. Надо бы как-нибудь проникнуть туда, когда я ее не буду. Я ничего не собрал, да? Ладно, я пойду. Эй, добрый день, солдарь. Извините, а вы... Ой, прошу прощения. Я работаю коридорным в этом заведении вашим услугам, сударь. Эм, да. Я сейчас занимаюсь обслуживанием номера. Вы не знаете, где госпожа Макуси? О, я полагаю, что гостья госпожа Макуси сейчас находится в Барной. Что я? Если вам ничего не нужно, я с вашей позволения отправлюсь по своим делам. Пожалуйста, находитесь настолько, сколько вам нужно. Приятного вам время провождения. Спасибо. Подождите, постойте. Почему после каждого вези сюда я чувствую себя идиотом? Хотя я теперь могу тут все осмотреть. А, чуть не забыл. Ой, вы так быстро вернулись. Не могли бы вы передать госпоже Макуси одно сообщение? Пожалуйста, передайте, что я задел господин Гадаяма из Гора Глобал. А, ну да, конечно. Гадаяма из Гора Глобал? Что-то знакомое. Гадаяма. Это человека звали Гадаяма. Так сказала сестра. Это же Гадаяма, сломал жизнь ее матери. Неужели это совпадение? Так это журналист, значит? Так, давай, смотрим. Из полуоткрытого ящика торчит отвертка. Надо туда заглянуть, пока мне никто не мешает. Итак, что у нас здесь? Подслушивающее устройство? Зачем оно ей? Прослушка приобщена к материалам делом. Это госпожа Макуси чересчур подозрительно. Зачем она хранит у себя в номере такое устройство? Тут явно что-то не так. Эта улика мне пригодится во время завтрашнего суда. Я добьюсь, правда, ради моей. Криторный, вы еще здесь? Так, надо делать ноги. Я вас еще потанцую, госпожа Макуси. Завтра в суде. Продолжение следует. Да, продолжение и правда следует. На этом мы, пожалуй, закончим. Так что, если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Промикс. До скорых встреч! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания!